Мастер спорта России международного класса, пятикратный чемпион мира среди юниоров по лыжным гонкам, победитель этапов Кубка мира. Человек, про которого в городе слышали, если не все, то многие, достижениями которого гордится Саровская лыжная школа. Петр Седов, коренной саровчанин, воспитывался ныне заслуженными тренерами России Николаем и Еленой Седовыми. Можно сказать, что уже с пеленок Петра приобщали к спорту. Все его детство прошло на лыжных трассах и сборах, что не мешало мальчику быть хорошистом в школе. Родители постоянно брали нас с собой, мы постоянно все здесь, нам это нравилось, потому что на свежем воздухе. Я с детства воспитывался в этой среде, я рос в ней, то есть все лето постоянно там выходные на тренировки, постоянно с ними на соревнованиях, то есть зимой это на лыжах, летом бегом. Я просто вырос в этой среде, я здесь как рыба в воде. И для меня это не просто увлечение, для меня это уже жизнь. Я себя не мыслю без этого. Дисциплину, целеустремленность и дикое трудолюбие в юноше отмечали все окружающие. Карьера в лыжном спорте стала естественной и логичной благодаря атмосфере, в которой находился Петр с малых лет. С возрастом он перенимал навыки и опыт родителей, равнялся на зарубежных спортсменов. В детстве я смотрел лыжный спорт, то есть международные соревнования. Тогда, к сожалению, у нас российских лыжников, мужчин, ну как таковых, кроме Алексея Прокуророва, не было. Вот, и поэтому моим кумиром был Бьерн Дели, потому что он тогда выигрывал все, бежал очень красиво на лыжах. Вот, ну а так вот потом уже в более взрослом возрасте, как таковых кумиров, каких-то не было. Хотелось самому быть лучше и как бы бежать быстрее. И становиться лучше однозначно получалось. С каждым годом потенциал только нарастал. Статус и масштаб соревнований повышался. Первый Кубок Мира в 2008-2009 году оставил в памяти яркие впечатления. Я увидел тех ребят, которых я видел по телевизору. Я тогда понял, что я могу с ними соревноваться, что я могу их обыгрывать. Тогда для меня как бы это было откровение, так скажем, вот именно первый этап Кубка Мира. В 17 лет на чемпионате мира среди юниоров по лыжным видам спорта в Италии Петр завоевал золотую медаль в эстафете. Через год он стал чемпионом в дуатлоне, эстафете и 10-километровой гонке с раздельным стартом. К 19 годам титул «Пятикратный чемпион мира среди юниоров по лыжным гонкам» по праву достался спортсмену. Руководство олимпийской сборной не могло оставить его без внимания. Петра пригласили поучаствовать в играх в Ванкувере, которые стали неоднозначным событием. Для большинства людей олимпийские игры – это масштабный спортивный праздник, на который приятно смотреть, который собирает толпы фанатов на стадионах и перед экранами телевизоров, на котором попробовать свои силы – невероятные шансы удачи. Олимпиады же для спортсменов – это суровое испытание, причем как физического, так и психологического состояния. От себя требует результат, даже если ты молодой парень, и вот там действительно напряжение, как есть такое выражение, напряжение витает в воздухе. Вот там на олимпиаде его, мне кажется, можно было прям пощупать. И то есть в этом плане, именно в моральном. И я тогда понял, что олимпиаду выигрывают не самые сильные спортсмены, а те, которые могут справиться именно с этим моральным напряжением. И как бы, так скажем, в розовых мечтах, как ощущение праздника для болельщиков, для всех остальных, для меня как-то вот в этом плане олимпиада немного поблекла. Может быть, для тех ребят, которые выигрывают там медали, она воспринялась по-другому. Но вот именно для меня, как бы, вот именно вот такое вот ощущение, такое в памяти осталось. Однако олимпиада также позволила спортсменам из разных школ обменяться опытом. По воспоминаниям Петра, конкуренции, как таковой, в сборной не было. Каждый спортсмен лишь пытался добиться высоких результатов, перенять мастерство у своих более опытных коллег. Когда я был еще юниором, вот, у нас, как бы, мужская команда показывала, ну, такие средние результаты, то есть были какие-то. Вот, а именно когда вот мы с молодыми ребятами пришли вместе, вот, тогда поменяли там тренера, поменялся президент федерации, вот, и наша мужская сборная. Остались еще старые ребята, которые сильные, плюс пришли молодые. Это подстегнуло старых. Молодые смотрят на более взрослых ребят, на опытных, и наша команда начала очень сильно выступать. Мне посчастливилось даже в один из сезонов выиграть с нашей мужской командой так называемый Кубок наций. То есть, когда среди всех стран, ну, вот, за Кубок мира подсчитывают, как бы, какая сборная команды, какой страны заняла первое место. И вот мы первый раз в истории тогда, по-моему, в 12-м году выиграли этот Кубок. Вот, я помню, мы на финале Кубка мира выходили, получали этот Кубок, и это было вообще классное достижение. У нас тогда была очень сильная команда, и с тех пор конкуренция только росла и росла. Президент Федерации лыжных гонок России Елена Вяльбе с момента вступления на пост сразу начала прилагать максимум усилий для развития этого направления. До этого она сама попала в Книгу рекордов Гиннесса как лучшая лыжница 20-го века. Благодаря вот нашему президенту, я считаю, Елене Валерьевне Вяльбе, ее грамотному руководству, то, что она смогла так построить отношения внутри команды. Сейчас очень сильная у нас команда, и большая заслуга ее тоже, что сейчас лыжные гонки уже начали показывать и по первому каналу, и по Матч.ТВ, потому что очень бесит на самом деле вопрос, когда вот я бегал на лыжах, зачем вы бегаете на лыжах, почему вы не переходите в биатлон. Это очень сильно обижает, потому что как так мой любимый вид спорта, и к нему так относятся отвратительно. Сейчас я надеюсь, что отношения уже у людей будет меняться, и что как бы в виде заслуги нашей лыжной сборной команды немного и отношения в обществе к тем людям, которые далеки от спорта, изменятся к лыжному спорту. Своей популярностью лыжный спорт в Сарове во многом обязан семье Седовых, а именно Елене Сергеевне и Николаю Евгеньевичу. Приехав больше 30 лет назад из Смоленска, они тоже смогли поднять данный вид на новый уровень. Среди детских спортивных школ страны наша вполне может конкурировать со столичной. Из-под их тренерского крыла раз за разом стали выходить талантливые спортсмены, в том числе их дети Петр и Анастасия Седовы. Николай Седов на лыжах с малых лет. На них он в зимнее время добирался до школы, которая находилась далеко от дома, и занимался в спортивной секции. Юношеская мечта стать тренером воплотилась в жизнь. 31 год Николай вместе с супругой Еленой готовят лыжников в школу Олимпийского резерва «Атом». Среди них немало именитых спортсменов, мастеров международного класса. Есть несколько групп спортивного совершенствования. Дети имеют звание мастеров спорта, кандидатов мастера спорта, являются победителями и призерами спорта-киат школьников, победители и призеры первенства России среди средних, старшего, юношеского возраста, юниоров и молодежи. Роль тренера в становлении спортсменов трудно переоценить. Развитие физической формы, воспитание выносливости и стойкого характера, целеустремленность лыжников, плоды совместных усилий тренера и подопечного. Николая Евгеньевича воспитанники считают наставником не только в спорте. Николай Евгеньевич очень хороший тренер. Он бывает и строгим в меру, и добрым. Всегда поможет, подскажет. Для каждого спортсмена тренер очень важен, так как он всегда направит в нужное русло, не только по спорту, но и по жизни. Всегда подскажет, как нужно правильно поступить. За свою карьеру Николай Евгеньевич добился звания мастера спорта и заслуженного тренера России. Не меньше титулов и у Елены Седовой. Но награды и звания для тренеров второстепенные. Улыбки и достижения воспитанников – главные результаты многолетней работы. Мы всегда ходим с удовольствием на работу. Всегда увидишь этих ребятишек, которые тебе радуются. Вот эти счастливые глаза ихние, которые у них горят. И хочется еще больше и больше работать. Тренируются саровские спортсмены практически круглый год. Когда снега нет, бегают на лыжероллерах. За последние 30 лет спорт во многом изменился. Деревянные лыжи заменили легким пластиком. Самостоятельно протоптанные дорожки превратились в первоклассные трассы с утрамбовкой и нарезкой. Физическая подготовка занимала, можно сказать, что одна треть всей подготовки лыжника. Основная приходилась на функциональную подготовку плюс беговую работу. То сейчас где-то физическая подготовка силовая занимает порядка 40-50% всей подготовки лыжников-спортсменов. По словам тренера, в нашем городе лыжный спорт занимает ведущие позиции. Саровчане регулярно показывают высокие результаты на соревнованиях разного уровня, проводят активные праздники и придерживаются здорового образа жизни. Несмотря на многочисленные крупные награды, самой запоминающейся для Петра Седова стала та самая. Первая, полученная еще маленьким, Петей на забеге детских садов в рамках мемориала Музрукова. Тогда давали сладкие призы, а взрослым давали медали, такие стеклянные медали. И я тогда очень обижался, почему детям не дали медали. Мне не помню, кто подарил эту медальку, которую я потом принес в садик, всем хвастался и сломал, разбил ее. Так что считаю, что это с детства уже хотелось именно таких наград. А так, если во взрослой жизни, я не считаю свои победы каким-то значимыми. Меня очень часто задают вопрос, какая из ваших медалей самая престижная, самая значимая. А я все время говорил, что для меня вот эти международные медали как бы не имеют такой ценности. Для меня имели ценности именно гонки, в которых я преодолевал себя. И вот имея там большой какой-то выбор медалей, там золотых, красивых, с разных перенц, вот, я всегда как бы считал, что одна из медалей, которая такая самая небольшая, там, с этапа Кубка России, на котором я действительно преодолел себя, которая как бы на вид даже вообще не запоминающаяся, гонку эту сейчас никто не помнит, но она запала мне в душу, потому что именно на этой гонке я как бы преодолел себя и как бы показал себя сильным человеком. По словам Лыжника, поражения часто дают больше, чем победы. После них проводишь анализ, расширяешь границы работы над собой, непрерывно развиваешь свои качества, чтобы снова показать высокие результаты. В жизни каждого спортсмена рано или поздно наступает переломный момент, после которого одни уходят из большого спорта, у других напрочь переворачивается сознание, появляется желание попробовать себя в другом направлении. Для Петра Седова своеобразным испытанием стали проблемы со здоровьем. Был очень серьезный переломный момент, когда я начал выступать на этапе Кубка Мира, у меня все хорошо получалось, но потом меня врачи из-за проблем с сердцем просто в середине сезона закрыли и не дали мне соревноваться. Хотя я хорошо себя чувствовал, я никаких проблем не имел, но меня просто на месяц из этого выдернули, и это на самом деле очень сильно меня расстроило, так скажем, и выбило из колеи. Потом через два года проблема вернулась, то есть они снова меня, и я вот сейчас как бы не хочу подробно останавливаться на этом моменте, но в то время я как бы много для себя переосмыслил. Если тогда раньше я считал, что спорт это единственное, что у меня есть, как бы если я не буду бегать там наверху, то все, даже не представлял в принципе жизнь свою без этого, то после этого момента я немного с другой стороны посмотрел на все эти обстоятельства. Несмотря на то, что несколько лет прошли для Петра в состоянии затишья, в 2017 году на Кубке мира на Олимпийской трассе в Пхенчхане он смог победить в скиатлоне норвежского спортсмена на дистанции в 30 километров. Ну а Петр Седов сегодня уже с большой долей вероятностью победил. Смотрите, какой комфортный, красивый отрыв был сделан, причем без такого серьезного рывка на последней части. Вот, к сожалению, где творится история. Костя Гловацких в подъем работает чуть ли не последний шаг. 15 секунд Даниэль Сток проиграл за минувший километр. Да, измотал, конечно, Петр Седов. Норвега. Причем тут на протяжении всей гонки висел за спиной у россиянина, но даже это не помогает. Сила на исходе. Хорошая техника. Еще одна победа для российской сборной. Что скажете? Я очень рад, потому что для меня это первая победа на этапе Кубка мира. Спасибо сервисменам. Классическим ходом и коньком бежалось здорово. Все было на высшем уровне. Спасибо тренеру, моей семье, всем, кто меня поддерживал. Я очень рад. Самыми ярыми болельщиками и поддержкой Петра во всем всегда были и будут члены семьи. Начиная от родителей, благодаря которым лыжный спорт стал всем в жизни мужчины. Продолжая с супругой и детьми. Они, кстати, от папы не отстают. Каждые выходные выбираются на спорт прогулки. Маленькая Василиса на лыжах чувствует себя уверенно. Знает, как их подготовить и как правильно проехать дистанцию. Одеваем лыжи вот здесь, вот защёлки. Вот они вот так же. Одеваешь вот так, понимаешь, вот так одеваешь. Потом поднимаешь носочек вот так и застянешь эту штуку. И лыжа готова, да? Да. Меня папа вот так учил. Ну, вот так. Нет, потом покажешь. И вот так. Руками обязательно. Да, вот так. Семейная традиция вот в каждом выходной на лыжах всей семье кататься. Даже маленького с собой берём самого Колю. Ну, он не на лыжах пока, но на снегокате ездит за нами. В этом году будет уже семь лет, как Полина замужем за Петром. Познакомились они в лагере «Лесная поляна» на зимней смене. Спортсмен тогда был на сборах, а девушка отдыхала в качестве пионерки. С тех пор пара не расставалась, не считая, опять же, сборов и соревнований. Скучаем по нему. Дети спрашивают часто, когда папа приедет. Но, с другой стороны, что ж, зато такой папа. Он очень дисциплинированный, требовательный к себе и, соответственно, к нам, к своей семье. Ответственный. И сильный человек. Пётр старается не упускать возможности становиться лучше. Участвует в различных городских соревнованиях, всероссийских забегах. В разгар пандемии, находясь на самоизоляции, на месте тоже не сидел. Рассказывал и показывал на своём примере нашим зрителям, как поддерживать или даже улучшать физическую форму в домашних условиях. Режим самоизоляции – новый вызов для спортсменов. Вместо привычных тренировок на дорожках лыжной базы, пятикратный чемпион мира среди юниоров Пётр Седов теперь каждый день организует занятия в домашних условиях. На помощь приходят члены семьи, спортивный уголок, стулья и даже банки с крупой. Мастер спорта международного класса считает, что поддерживать себя в форме на карантине не проблема. Главное – желание и фантазия. Я для ребёнка для своего поставил спортивный уголок, где шведская стенка, канат, то есть пользуюсь ими. Ещё я специальный тренажёр взял домой для тренировок, который лыжный, для тренировки верхней части тела, плечевого пояса. Ну, в принципе, я считаю, что дома даже на обычном ковре можно всё, что угодно придумать. Те же самые гантели можно заменить какими-то другими предметами. До начала пандемии лыжники готовились к основному старту – чемпионату России. Он должен был проходить в Тюмени с 28 марта по 5 апреля. Из-за отмены соревнований спортсмены были вынуждены на несколько недель раньше уйти на отдых. Апрель для лыжников – это время межсезонья, когда мы даём небольшой отдых, то есть для того, чтобы уже в мае снова начать нормально тренироваться. Поэтому как бы именно для спортсменов-лыжников, ну, я думаю, для всех зимних видов спорта, этот карантин не так страшен, как для спортсменов, которые занимаются летними видами спорта. Летом пройдут соревнования по лыжероллерам. Спортсмены надеются, что к этому времени они смогут полноценно подготовиться на специализированных площадках. Для профессионалов простых домашних тренировок недостаточно, чтобы достичь нужной формы для предстоящих чемпионатов. Ни технического, никакого мастерства, ничего. То есть это чисто такие тренировки, которые направлены на поддержание физической формы, чтобы, так сказать, животик не нарос в это время. Вот, чтобы мы в мае месяце уже, когда все закончится, могли нормально выйти и начать тренироваться. Полноценные занятия спортом дома наладить сложно. Однако поддерживать физическую форму на уровне и не располнять – под силу каждому. Для любителей в интернете без труда можно найти программы тренировок, технику выполнения упражнений в домашних условиях. Многие спортсмены запускают в социальных сетях онлайн-трансляции, где проводят занятия вместе со зрителями. Сейчас Петр взял курс на тренерство, занимается с разными группами, которые курируют его родители. Постепенно мужчина втягивается в процесс, нарабатывает опыт и свой подход в подготовке юных саровчан. Осенью прошлого года он побывал в Сочи и прошел обучение на курсах повышения квалификации «Современный взгляд на тренировку высококвалифицированных лыжников-гонщиков». На протяжении 10 дней тренеров знакомили с новейшими тенденциями в подготовке спортсменов, современными разработками в области восстановления, питания и реабилитации. Хочется очень ребятам передавать свой опыт. То есть вот даже в процессе тренировок летом я стараюсь подсказывать им, что в каких-то моментах, которые для меня уже считаются нормальным, они этого не знают. То есть вот буквально иногда получается так, что вот подсказав чуть-чуть, ребенок понимает, что да, действительно, как бы для него решилась большая проблема. Так скажем, позволяет сделать ему шаг вперед в развитии. Хочется, чтобы эти традиции продолжились дальше. Вот не хочется вот это все терять, то, что в городе сделано за последнее время, за последние годы. Действительно, у нас очень прекрасная трасса. У нас очень хорошие условия для тренировок. Мы всем рады, мы всему всех научим. Только нужно от них желание тренироваться. Потому что на самом деле занятия в лыжной секции бесплатные у нас. Весь инвентарь выдается. И в нынешних условиях, особенно общаясь с родителями, с ребятами из других видов спорта, из таких как борьба, там вот другие, где занятия платные для начальной подготовки, для группы начальной подготовки, у нас все занятия бесплатные, все занятия на свежем воздухе. И мы надеемся, что детишки и родители будут приводить детей заниматься лыжным спортом. Потому что на самом деле это важно. Чем больше придет заниматься детей, тем больше можно найти талантливых ребят, которые действительно потом смогут показывать результаты и на российском, и на международном уровне. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова А.Семкин Корректор А.Егорова